Всем привет! Леонид Котвицкий! Сегодня я немножко расскажу о выборе катушек. Недавно обнаружил, что 11 лет каналу, а я еще ни разу не говорил именно о выборе катушки. Вот сейчас немножко покажу их вблизи, так как и они бывают. Я не все на свете покажу, но на что обращать внимание, когда покупаешь катушечку для своего триммера. Вот, вперед! Итак, вот разные типы катушек, некоторые, как видите, уже и разломавшиеся. Вот, ходовые и неходовые. Значит, ну, во-первых, все катушки здесь полуавтоматические. Полуавтоматические это те, в которых при нажатии кнопки на землю выкидывается леска. В автоматических, они в основном идут для электротриммеров. В автоматических такое выкидывание происходит за счет изменения количества оборотов. В полуавтоматических, за счет удара кнопки. Ну, а в ручных, так сказать, вообще не автоматических. Это нужно останавливаться и вручную. Там можно либо кнопку поворачивать, вот, либо вынимать из пазов, либо еще как-то. Мы говорим сегодня о самых популярных полуавтоматических. Итак, очень частая катушка, которая идет в комплектации к китайским косам. Это вот такая вот, она имеет вот такой вид, эта катушечка. Так, значит, из особенностей можно сказать, что, особенность разборки. Некоторые катушки, чтобы разобрать, нужно с двух сторон обязательно вдавить. С двух сторон вдавить. О, и вот так вот она отсоединяется. Это Витлс. Вот, значит, в некоторых это вдавление происходит довольно туго. Так, если крепкий пластик, то это надо приложить такую нехилую силу. Приходится брать отвертку, с одной стороны поддавливать, с другой стороны. Ну, если ты в своем дворе, то как бы ничего, но вот на поле желательно, чтобы эта отвертка с собой была. Если придется где-то посреди поля вот так разбирать. Ну, зато такая система, если крепкий пластик и все, то оно, конечно, держит очень хорошо. Вот, следующий момент. Крепость самого пластика, сразу обращаю внимание. Да, а есть катушки, которые вот так. Нажал только в одном месте, так, повернул слегка, и вот она вынулась. Она идет на четырех пазах, на четырех, но нажимается в одном месте. Оп, повернули ее сюда. Нажали, раскрыли вот так. Есть такая система, мне, кстати, она нравится. Вот, на что обращать внимание, это еще заправка лески. В одних катушках нужно разобрать, так, иначе ты ничего не заправишь, так, разбираешь. Вот, вот, вот здесь имеется либо один, либо два ряда для наматывания лески. Надеваешь и наматываешь. Про наматывание я говорил отдельно. Это отдельная тема, не буду в нее углубляться. Вот, что же касается других, тоже полуавтоматических катушек, все, но у них система немножечко другая. Так, закрыл. Значит, это ситуация, когда нужно вот так сопоставить. Обычно имеется стрелочка или какие-то обозначения на кнопке. Так, вот, стрелка эта должна совпасть с отверстиями лески. И отсюда вставляется леска в таком положении, вытягивается до середины. И потом крутится, 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 пока не останутся достаточные кусочки. Вот такая, можно сказать, автоматическая система намотки. Это многим удобно. Это не значит, что ее никогда не придется разбирать. Так, когда-нибудь, возможно, придется, потому что внутри все равно может запутываться, так, может насваиваться, слепаться леска. Если перегреешь катушку или, ну, или сама леска такая бывает паршивая, что липнет. Вот, то все равно разобрать придется, но в большинстве случаев тебе туда лазить не придется. Далее, я просил обращать внимание еще в других видео на крепость катушки, на пластик. Вот это, конечно, дешевые катушечки, дешевые. Вот, кстати, да, из комплект с мотокосами они идут, но не самые дешевые, потому что все равно здесь я нажму пластик. Он совсем пластик корпуса, в первую очередь, вот так, корпуса сжать. Так вот здесь, проживается ли он под пальцами. Если пластик прям аж, вот, и прогибается, вот, и легонечко продавливается, вот так, то эта катушка может вот так удариться какой-то, не может, а так и происходит. Ударилась, крышка или корпус сдеформировались, и крышка, и корпус, смотря что мягкое, сдеформировались, и оно из вот этих пазов бзынь и выскакивает. А пазы, как я показывал, здесь очень маленькие, так, вот такие вот защелочки. Если оно нажалось, продавилось, вот такая бзынь, и все. Вот, потом пружину исчез, ищи. Так, обычно это один-два таких разлета, и пружину, все, не нашли, и пошли покупать новую катушку. Вот, поэтому пробуйте, чтобы пластик все-таки не был такой, чтобы совсем уж хлипкий, чтобы под пальцами прям прогибался. Вот, например, здесь такой, вот мне не понравилась, вот эта катушечка от Vittles, так, пластик мягкий, вот этот внешний. А здесь, вот, в основе, наоборот, пластик настолько жесткий, что вот эта защелка, защелка, при попытке разбора, первый раз еще ничего, второй раз надо было где-то ее расчелкнуть, вот, она просто лопнула, потому что здесь слишком жесткий пластик, он изгиба не выдержал. Пару раз согнулся, слегка же согнулся, чисто при нажиме, и разлетелся. Вот неудачная катушка, вот эта от Vittles, неудачная получилась. Хотя в ней, вроде бы, другие плюсы, вот, металлическая кнопка на подшипнике, все дела, но, блин, оказалась неудачной. Далее, крепость этих втулочек. Если эти втулки, вот такие, тонехонькие, так, то, ну, еще леска 2,4 пролезает, но дело даже не в леске пролезающей, а в том, что такие втулки вылетают быстро. Вот, сейчас более распространены уже вот такие втулки. Это такой квадрат металлический, в который уже вставляется леска. Так, вот такие квадратики. Их еще и проще то, что можно заменить, если уж кому-то хочется менять именно эту штучку. Потому что вот такую втулочку не заменишь. Можно брать гайку, тогда на ней надо высверливать, чтобы не было резьбы, впаивать ее. Короче, это геморрой, которой никто заниматься не будет. Вот, а вот такие втулки сейчас. Здесь вот своя втулка в этой модели. Вот, по-своему. Ага, внутри она... Внутри она вот такая мощная. Так, здесь она более расширенная. Так, эта втулочка расширенная. И она тебе просто так не вылезет. Вот, а в таких дешевых катушечках там просто... Просто такой кружок, который впаян в корпус. Вот, с другой стороны он имеет такую же ширину и чуть что может нагреваться и вылетать. Вот, здесь вариант как раз тоже катушки. Вот эта катушка, так она является собой быстро заменяемую. Теперь жесткость пружины. На дешевых катушечках идут вот эти пружины, слишком слабенькие. Просто слишком. Такие, что кнопочку стукнул, и если еще хоть чуть-чуть попало какой-то там зелени, а это неизбежно при кошении, оно пак и залипло. И не хочет прокручиваться. Приходится вынимать вручную. Слишком жесткие пружины тоже плохи, потому что ты тогда вынужден со страшной силой долбить. А землю, оно не выскакивает, долбишь, не выскакивает. Где-то там с третьего раза уже влупишь изо всей силы. И тогда тебе как выскочить сразу полметра лески. Тоже плохо. Но чаще встречаются слишком слабенькие пружины с залипанием, с тем, что оно... Надавишь, кнопка залипла внутри. Так, и оно выбрасывает, 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 выбрасывает. Пока ты не остановишь, не протряхнешь или в рукой не вытащишь вот эту штуку. Вот. Ну, короче, дешевые, в которыми комплектуются обычно китайцы, они слабенькие и по пружине, и по пластику, и по всему. И в самых дешевых китайцах, не во всех, но в самых дешевых китайцах они не служат. Они просто долго не служат. Вот сейчас покажу пример вставки такой. Вот так здесь. Ага, вот сопоставили стрелочку со стрелочкой. Здесь внутри сразу видно, что отверстие появилось. Вставляем. Леска, если закрученная, то, может быть, надо повернуть в процессе вставки. Вот. Дотащили ее до серединки. И закручиваем по часовой стрелке. Нажимаем и крутим. Нажимаем и крутим. Вот. Удобная штука. Вот. Для тех, кому не хочется лишний раз разбирать, лишний раз ударяться. Теперь еще что? Отверстия. Для настоящих фанатов, которые пытаются впихнуть невпихуемое. Вот. Значит, вот в этой, например, катушке отверстия. Здесь, по-моему, и четверка, и пятерка даже лески влезет. Есть такие люди, которым давай толстую леску и все. Вот толстую. Они хотят леской косить деревья. Но для фанатов таких есть. Далее. Кнопочки. В дешевых моделях кнопка пластиковая. В более дорогих металлическая. В еще более продуманных металлическая с этим, с подшипником. Но все это немного приводит к проблемам. Когда кнопки слишком высокие, так, слишком высокие, то ты не можешь косить низко. Потому что ты чуть что и раз и уже нажал кнопку, так, значит, леска тогда тебе высоко над землей. Леска, конечно, вибрирует, и она все равно не будет вот точно так косить, чего надо будет брать ниже. Но все же. Для этого существуют плоские катушки. Так, плоская катушка часто имеет ниже леску. Так, выход лески ниже. Вот. Для этого они и придуманы эти плоские, так. Эту, если посмотреть, у нее выход лески выше. Так, здесь чуть ниже, здесь еще ниже. Ну, если надо совсем-совсем низко брать. Так, прям совсем. Вот. Ну, для этого существуют уже, конечно, катушки не полуавтоматические. Вот. Что-то типа таких вот такое. Я вно редко ей кашу, да, это, думаю, видно. Вот. Вставили кусочки лески. Вот она вообще практически возле земли. И ты можешь нажимать, потому что здесь кнопки нет, ничего не произойдет. Есть куча аналогов, там пауки различные и так далее. Обычно они все металлические, плоские. Вот. И там нет кнопки, которая случайно нажмется при прикосновении, выкинет лишнюю леску. И тогда уже берешь совсем-совсем низко. Хотя зачем, не знаю, выбивать до самых голых корней. Если это у тебя свой газон, свой двор, я не знаю, зачем уничтожать прям корни. Так. Ну, дело личное. И еще момент. Еще момент. Да, резьба. У большинства китайцев ведет резьба стандартная. Сколько я помню, десяточка. А бывает всякое в разных брендах. И десятка, и двенадцатка. И в Олеомаках специально сделано. Усложнено, чтобы нельзя было от других брендов брать. Там вместо гайки, которая здесь, там идет болт. Ты надеваешь его на гайку, закручиваешь болт, потом задеваешь, закручиваешь это и так далее. Своя заморока. Если какая-то коса брендовая, а не типичный китаец, надо уточнять эти моменты. И еще недостаток, конечно, плоских катушек. При том, что они хороши тем, что достают до земли. В том, что в них либо меньше наматываются лески, если там два ручейка внутри, на два отдельно. Либо будет один только ручеек общий на две лески. Тогда лески чаще между собой спутываются. И еще я бывало замечал, что вот эти плоские, они, соответственно, шире. Так, то их, если ударяешь о землю, могут слишком много лески выбрасывать. Нужно, чтобы выбрасывало сантиметров пять. Оно выкидывает 10-15 за раз. Может, ну, как какая катушка. Вот с этой, по-моему, такие приколы были. Бах, как выбросить за раз. Тумаешь, блин, куда мне все это сдалось? Счастье. Но плоские, да, они и меньше по ногам летят, и больше к земле достают. Это еще не совсем плоское, повторюсь. Есть более. Так, вот здесь, здесь корпус, корпус сам более плоский. Нет вот такого конуса, но кнопка большая. Так, вот во всем есть что-то свое. Так, где-то что-то слабее. Ну и совсем уж плоские катушки, совсем плоские. В них часто плохо продавливается кнопка. Вот. Помню, такие катушки шли с первыми зомаксами. Плоская такая, оранжевая так. Так, и кнопкой лупашешь, лупашешь, то надо, приходилось выходить где-то на асфальт и стучать кнопкой по асфальту, потому что на траве она не продавливалась. Вот. Ну и недостаток, конечно, вообще кнопочных катушек. Если ты хочешь прям ровненький газон, как газонокосилка, ты старайся ровно, 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 ровно так. Не дожимаешь, и потом в том месте, где трава, ты стучишь, и в этом месте оно и выбрасывается, и ниже, и кружок ниже уровня прокошен. Поэтому так и получается, что леской косят все время, даже в бок берут и косят под корень, потому что не получается ровненько косилкой, например, там на 3-4 сантиметра или на 5 выкосить. А там, где стукаешь, бжик, и кружок тебе провесены до корней. Тоже некрасиво. Ну, во всем есть свои плюсы и минусы. Так, нереально иметь что-то идеальное, подходящее на все случаи жизни. Так вот, для выбора, смотрите, толщину, так, если вас не волнует, там, высота кошения и то, что будет лететь на ноги, тогда и мощная коса. Берите вот такую махину, так, вот это прям, да, и кнопка тебе металлическая, и на подшипнике, и крепучие. И много намотаешь за раз, не надо будет по 10 раз перематывать. Вот, и долговечные, прослужит и прослужит. Так, если нужно что-то, чтобы ближе к земле, смотрите на плоские варианты. Если нужно, чтобы летело меньше по ногам, смотрите вот эти моменты. Так, не слишком ли далеко отверстие выхода от крепления. Так, тоже момент. Вот, если нужно прям и низко, и чтобы в ноги не летело, и так далее, и так далее, ну, берите механические варианты, а не кнопочные. Так, кнопочные не могут совместить все это. Я сейчас еще один момент хочу обратить внимание. Вот это расстояние между точкой выхода леской и высотой катушки до резьбы. Так, до уровня резьбы. То есть, вот эта высота. В разных катушках разная эта высота. У некоторых ниже выходит, у которых выше. Ну, у плоских обычно, и если совсем плоская катушка, то, конечно, не высоко. Но в зависимости от модели катушки, вот точка выхода бывает разная. Где выходит высоко, вот так, там большая часть травы будет не лететь в ноги, а защитой будет прикрываться. Где низко, высокая такая катушка, и точка выхода низко, так, значит, там много травы будет проскакивать под вот этой защитой. Так, даже если вся она хорошего размера, все. Но большая катушка, так, леска низко, и очень много будет лететь на ноги. Поэтому катушечки, где высоко, точка выхода. Бывает даже в тапках, в кроссовочках косишь, там чуть-чуть потом лишь ноги отряхнул, и все нормально. А в некоторых катушках прям все ноги залеплены. Так вот, чем ниже катушка, так, чем ее больше высота, и ниже вот эта точка выхода лески. Катушка-то хороша, она много в себе содержит лески, большой запас и так далее. Но ноги будут залеплены. Вот этот момент надо учитывать. Либо тогда какую-то защиту надо увеличенную, так, еще более увеличенную, но я таких не видел. Ну, либо быть в сапогах обязательно, потому что очищаться придется долго. Ну, и если вы на рынке, то возьмите руками, посжимайте, попробуйте. Если оно прям прогибается, вот так под пальчиками, прям сразу гнется, вот. То она вам при первом-втором камне разлетится, и на том будет все. Вот, ну, а если покупаете в интернете, берите у проверенных продавцов. Так, вот эта катушечка-то для настоящих косильных маньяков, готовых косить даже пятеркой. Вот, ну, в то же время сюда и полуторашку спокойно можно вставлять, это уже по желанию. Вот, я был в этом году в магазине Мир Запчастей, у них эта новиночка появилась. Вот она. И автозаправочка вставляешь, закручиваешь, и все-все-все, и крепкое, и долговечное. Вот, и многие же косят не только газончики ровненькие, где прям, да, нужно что-то плоское, ровненькое и так далее. А косят и бурьяны на дачах там, и так далее, и по картошке сорняки и так далее, что-то толстое. Вот, по картошке сорняки лучше косить, ну, осенью, когда уже перед уборкой, леской лучше косить или чем-то таким, потому что после ножа очень много сгребать, а после лески почти нет сгребания. Все просто уходит в удобрение. Вот, то для таких задач, конечно, лучше брать мощную катушку, обувать на ноги сапоги, и пусть уже там полетит на эти сапоги, но ты выбьешь все на свете. Вот, кину ссылочку на магазин и на эту катушечку. А так, боже, они сейчас на каждом базаре есть, так, только подходите, берите в руки, щупайте и смотрите. Высоту и так далее, размеры. Ну, и, пожалуйста, не ставьте на слабенькие косы, так, на 25-кубовые какие-то олеомаки спарты, так, тяжелых катушек. Не ставьте тяжелых, и не только спарты там, и что бы то ни было. Вот, не ставьте на них тяжеленных катушек, так, если увесистая катушка, большого еще и диаметра. Вот, коса будет мучиться уже над катушкой, а еще выбросите леску, все, коса будет задыхаться. И кошение будет тогда мучительной. Конечно, диаметр катушки, он хорош для кошения еще в том плане, что чем больше диаметр катушки, так, тем реже наматывается трава, когда приходится останавливаться и выдергивать. Реже будет наматываться, потому что за счет диаметра катушки она не дает этой траве к ней приблизиться, она ее разбрасывает от себя. Но слабенькие косы, ну, не тянут, не надо их насиловать большими тяжелыми катушками, так. Ими надо брать маленькую, легонькую, вот, и косить помаленько, так, не спеша, а не вот так вот траву, которая выше колен. Вот, не получится так слабой косой, она для более медленной и вдумчивой работы. Все, надеюсь, рассказал кучу всего. Выбирайте, думайте, смотрите сами. Все, всем пока.